Общественно-патриотическая акция «Дорогами славы» после торжественной церемонии возложения в крепости отправилась в еще одно знаковое, хотя и менее известное место – Форт Графберг, где прошел митинг и установка таблички с QR-кодом. Именно здесь, 28 июля 1944 года, войска 1-го Белорусского фронта в ходе крупнейшей наступательной операции в Агратион освободили городы Брест и водрузили Знамя Победы. В той информационной среде, в той цифровой среде, в которой сегодня живет большинство наших граждан, и особенно молодежи, это очень важно, потому что можно, подойдя к этой табличке, узнать исторические моменты, исторические даты, и те, в общем-то, на статистической информации, те события, которые здесь представлены. А сегодня вот тоже Форт Графберг, который здесь расположен сейчас на территории мясокомбината, это тоже исторический форт, который входил в составе обороны Брестской крепости, построен в составе оборонительных фортов Брестской крепости. И вот как символично, что именно флаг наступающей части 1-го Белорусского фронта, который освободили Брест, был водружен именно на этом форте, потому что, по большому счету, война началась в Брестской крепости и затронула в том числе и оборонительные укрепления, те же форты. И вот тот момент, когда было освобождение Белоруссии, когда фашистская нечисть была выгнана с территории Белоруссии, тоже осуществился на этом форте. Наше Республиканское общественное мнение «Патриоты Белоруссии» совместно с Федерацией профсоюзов продолжает оцифровку знаковых и памятных мест нашей страны. С нами уже оцифровано более 2400 памятных мест. Все это размещается на нашем интернет-портале selfhistory.by, который в 2023 году занял первое место премии ТИБА в данной номинации. Это очень сложная и трудная, но нужная для нашей страны работа. Так давайте вместе будем сохранять историю, чтить память наших предков, которые отдали жизнь за нашу независимость. На этом историческом месте в день освобождения города появилась новая точка на цифровой геокарте. С помощью QR-кода любой желающий сможет узнать, какие события и в какие годы здесь происходили. Юрий Синько, председатель Федерации профсоюзов Белоруссии, выступая на митинге, отметил, что символично находиться в таком месте, где Красная Армия завершила освобождение нашей страны и перешла к освобождению европейских стран. Важно то, что проект «Дорогами славы» объединил все патриотические силы нашей страны, которые вместе с местными жителями населенных пунктов, тех, по которым проходила в свое время операция «Багратион», сделали все то, чтобы еще раз подчеркнуть важный вклад наших предков, сложивших головы во многих случаях за жизнь и безопасность современных людей и увековечить память людей, которые сражались, защищали, обеспечивали солдат Победы всем необходимым для достижения этой цели. Важно открыть одну из памятных табличек с QR-кодом. Сегодня это современная возможность видеть, читать через мобильные приложения все, что происходило на тех или иных участках нашей белорусской земли. Беларусь – земля, обильно политая кровью. Погиб, согласно подтвержденным данным, каждый третий белорус. Помнить об этом, чтить память воинов-освободителей должны и ныне живущие и потомки. А потому инициатива белорусской стороны увековечить память героев-татарстанцев, принявших участие в обороне Брестской крепости, с уважением была принята российской стороной. Поисковики нашли имена как минимум 11 воинов-уроженцев Татарстана. Среди них – жители сел Малые Кайбицы, Бекулова, Черючи и других населенных пунктов. Почтить память павших на гарнизонном кладбище собрались члены делегации Татарстана, руководители Бреста и области. Аллея памяти на гарнизонном кладбище в Бресте была создана для увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь установлены мемориальные доски народам Белоруссии, России, Чечни и Ингушетии, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Теперь на уникальном в историческом плане гарнизонном кладбище, где нашли свое последнее пристанище воин Советской Армии и Герои Советского Союза, появились гранитные плиты, на которых увековечена память об уроженцах Татарстана. Сегодня особенно переполняя чувства, еще раз хочется сказать, конечно, в первую очередь и Респолкому, и Городскому Совету за ту идею, которых вы сегодня воплощаете. И когда первый раз было сообщено о том, что есть такие намерения в планах устанавливать мемориальную доску погибшим татарстанцам, конечно, мы с удовольствием поддержали, сказали с удовольствием, приедем, и для нас это в самом деле и честь, и уважение, и наша история. Это не только здорово, не только гордо, это уверенность в завтрашнем дне, то, что человеческая память, о которой мы говорим, о нашем подвиге, наших отцов и дедов, она, несомненно, передается нашим детям и внукам, а это самое главное. Анастасия Мелешкевич, Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.